Всем привет! Сегодня вторая часть видео про самодельную газонокосилку. Поехали! Система антинамотки включает в себя лопасти самой косильной головы и защиту подшипника двигателя. На ней сделан специальный бортик с резцами по всей окружности. Также сделаны отверстия. Изначально предполагалось, что через них будет выходить воздух, нагнетаемый лопастями вентилятора. Но они быстро забиваются травой и в итоге служат лишь для экономии материала. Лопатки сделаны таким образом, что они заходят под защиту и не дают траве попадать внутрь. Еще сделаны специальные полукруглые углубления, которые также препятствуют проникновению травы. По всей окружности самой косильной головки тоже сделаны острые зубья. В итоге верхний и нижний ряд зубов не оставляет траве шансов. Она просто перемалывается в кашу. Ну и конечно потоки воздуха от вентилятора тоже делают свое дело. Посмотрим еще раз в разрезе. Такая система антинамотки травы работает великолепно. Трава внутрь не попадает. Теперь не придется мучиться и разматывать траву, которую намотала на вал. Теперь расскажу о фиксации лески. В косильной голове сделаны отверстия изогнутой формы. Они немного смещены от центра. Чтобы зафиксировать леску, сделано два загиба. Один обычный, а другой имеет клинообразную форму. И под действием центробежной силы леска фиксируется еще сильнее. Я сделал четыре таких места для фиксации, но достаточно двух. Способ, конечно, не самый лучший, но рабочий. Пожалуй, самым существенным недостатком подобных систем фиксации является быстрый расход триммерной лески. Моя последняя версия триммерной головки состоит из двух частей – центральной и основной. Первая версия была единой. Печаталась АБС-пластиком, но он не очень устойчив к истиранию. Решено было сделать центральную часть из АБС-пластика, так как вал двигателя очень сильно греется, а основную часть из другого пластика – более стойкова к подобным воздействиям. Это последняя версия косильной головы, просто покажу, как она собирается. Зазоры 0,35 мм оказались то, что надо. Далее речь пойдет о предыдущей версии, так как с ней были проведены все испытания. Вот такая деталька получилась. Вот, это предыдущая версия. Вот здесь была плоской. Получается, под нагревом ее прямо туда выперло. Сначала установим защиту. Так, ну я ожидаю, что вот эти, в принципе, быстро слетят. Ну, хотя бы немножко поработают. Триммерная головка распечатана, осмотрим ее и будем устанавливать. Ну, конечно, надо будет более простой механизм. Вот. Вставляю, зацепляю. И потом вот сюда. Вот и отрезаю. Внутри имеются специальные выступы для лысок адаптера. Сначала вставляю пластиковый переходник. Потом будет заменен на металлический. Затем устанавливаю адаптер на вал двигателя. Впоследствии я изменил геометрические размеры втулки и она стала вставляться с меньшим усилием. Не нужно так плотно сажать адаптер на вал двигателя. Нужно оставить небольшой зазор между адаптером и защитой. Вот и длина лески должна быть такая, чтобы не доставала до колеса. Теперь устанавливаем косильную голову. Нужно совместить внутренние выступы с лысками на адаптере. Это не всегда получается с первого раза. Нужно присноровиться. Как видите, немножко туговато идет. Мне надо было передвинуть адаптер на пару миллиметров. Но все равно я сейчас произведу пробный запуск. Когда я разобрал, то увидел, что лопасти немного сточились. Это произошло из-за того, что я слишком сильно насадил адаптер на вал. Но это не повлияет на работу устройства в целом. Теперь расскажу еще о трудностях, которые меня поджидали на пути к идеальному газону. Изначально на газонокосилке стоял только регулятор скорости. Но потом для него пришлось добавить отдельный выключатель. И вот почему. Нет, не поэтому. Насекомое тут ни при чем. Все из-за того, что через некоторое время работы регулятор просто отказывался выключаться. Обороты также выходили на максимум и не регулировались. Сейчас покажу, как это происходит. Контроллером бывает такая проблема, что невозможно выключить двигатель. То есть я убавляю полностью. Двигатель работает на максимальных оборотах. Я выключаю, а двигатель продолжает работать. Единственное, что меня спасает, так это вот этот дополнительный выключатель. Контрольный, так сказать. И он, конечно же, обесточивает полностью. Все, и тогда двигатель останавливается. Да, с контроллером что-то не так. Вот для этого я и поставил общий выключатель, чтобы обесточивать всю систему. Какой-то бракованный регулятор попался. Но это еще не все его особенности. Сначала все работает нормально. Но меньше, чем через минуту интенсивной работы, обороты двигателя начинают прыгать. Вот такой регулятор попался. Далее меня поджидало еще кое-что. Внезапная остановка двигателя. Выяснилось, что это перегрев двигателя. Внутри мотора установлен термостат, который прерывает подачу питания при достижении определенной температуры. Получается, что при использовании такого двигателя в подобном устройстве необходимо охлаждение. Причем активное. Либо и вовсе использовать двигатель с уже встроенной системой охлаждения. В моем случае я установил другой термостат с более высоким порогом срабатывания. Я взял его от старого электродвигателя. Термостат находится здесь. Кстати, вот этот мотор идеально бы подошел к этому проекту. У ротора имеется крыльчатка, да еще и двухсторонняя. Она должна отлично охлаждать двигатель. Как видите, у этого мотора сломана передняя часть корпуса. Конечно, эксплуатировать такой мотор не представляется возможным. Снимаю с него термостат. Подобные термостаты есть на Алиэкспресс с разной температурой срабатывания. Нужны нормально замкнутые. Ссылку на них оставлю в описании к видео. Термостат я уже поменял. Устанавливаю его на место. Для охлаждения двигателя я установил 12-ти вольтный кулер на 2 ампера. Для его подключения использован блок питания на 12 вольт, а также регулятор скорости. Но в принципе, я его всегда включаю на максимум. Над вентилятором обязательно должен быть зазор в несколько сантиметров. Это нужно для более эффективного забора воздуха и как следствие качественного охлаждения. Теперь я разобрался в причинах странного поведения регулятора. Это происходило потому, что регулятор рассчитан на двигатель до 400 ватт, а мой двигатель имеет мощность 480 ватт. Родной семистор не справляется с такой нагрузкой. Решено было поменять. Сначала поставил БТ-139, но двигатель запускался даже без включения регулятора. Может бракованный семистор попался. Затем решил установить вот такой, помощнее. БТА-41, рассчитан на 41 ампер. Он по размеру больше, чем предыдущий, поэтому немного пришлось загнуть ножки. Радиатора большего размера у меня не было, поэтому срезал всё лишнее у старого. Конечно, для такого семистора лучше установить большой радиатор. Возможно, даже придётся вынести семистор за пределы платы. Ну, наконец-то! Все основные сложности позади, и теперь можно приступать к кошению травы. Ну, вот теперь после установки тиристора, всё нормально отключается, регулируется. Обороты держатся на заданном уровне даже после продолжительной работы. Можно установить достаточно тихий режим, и траву нормально косит, и не так шумно. Вот, и плюс потом, если вы отключаете, всё отключается отлично. Как видите, при выключении регулятора на двигатель подаётся остаточный импульс. Поэтому общий выключатель нужно делать обязательно. Вот, так что рекомендую ставить именно вот этот тиристор, потому что если двигатель у вас более 400 Вт, то тогда будет такая же проблема, как у меня. Вот, а теперь всё замечательно работает. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 не брезгую и обычной косой. Пожалуй, на сегодня все. Благодарю за просмотр. Ссылки на все оставлю в описании под этим видео. Если вам не понравилось видео, не ставьте лайки, не пишите комментарии и не подписывайтесь на канал, но дальше будет много интересного. Всем удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»!